Умань на несколько дней превратилась в место паломничества тысяч хасидов. Там, возле могилы своего духовного наставника, от садика Нахмана, они отмечают новый 5780 год. Затем, как прошел второй день Рош-Хашана, знает Артем Голуб. Следующий день после празднования Иудейского Нового Года хасиды проводят в молитвах. Они одевают праздничную белую одежду, собираются у водоемов и читают Тору. Над Уманью практически весь день звучит рок – шафар. Так хасиды созывают паломников на молитву и просят Бога, чтобы он ее услышал. Шафар – это рок памяти, только Бог управляет миром. Это не его речь и не голос, это звук, который напоминает, что Бог управляет всем. Суть этого праздника – то, что нужно об этом помнить. Жители Умани привыкли к паломничеству хасидов. Каждый год они готовят город к приезду гостей. Целые кварталы завешаны вывесками на иврите, говорит местный житель Сергей. Умань, можно сказать, это туристический город. Видно, что после этого деньги, которые они привозят, хоть куда-то идут. Улучшается инфраструктура города. Это очень приятно. В этом году в Умань приехало около 30 тысяч хасидов. Каждый из них пытается найти жилье поближе к могиле их духовного наставника, цадика Нахмана. Иудейский Новый год – это золотое время для местных предпринимателей. Привозят они очень много денег. Цены в этот период сильно увеличиваются, особенно на жилье. Некоторые съезжают со своего дома и сдают его хасидам. За 5-10 дней можно заработать на то, чтобы сделать евроремонт и еще целый год жить на эти деньги. Городской бюджет Умани в период паломничества хасидов также получает прибыль. Однако этих средств не так много, говорят в городской администрации. Налоговая работает. Ответственные граждане будут платить туристический сбор. В этом году надеемся, что город не будет в убытке. Однако, если говорить более масштабно, в это время идет очень сильная нагрузка на инфраструктуру города. На нее нужно тоже тратить деньги. И заработанные средства не такие значительные, чтобы о них говорить. Празднование Иудейского Нового Года завершится 1 октября. А уже 2-го хасиды начнут разъезжаться. Артем Голуб, Сергей Линский, UATV.